Я Валерий Мальченко. Я хочу вам рассказать о себе и успешную историю развития компании The Telling Colors. Любовь к технике, к автомобилям, к бизнесу я испытываю с раннего детства. Все начиналось с велосипедов. Мы их покупали, восстанавливали, красили, продавали. Затем все то же самое с мотоциклами. А потом дело перешло в автомобили, чем и по сей день я занимаюсь. Начало было положено в 15 лет, а может и в 16, где-то в этом возрасте. Мой знакомый меня устроил работать в малярный цех, где я научился подготавливать автомобили и красить их. На все это был потрачен целый год моей жизни. Самый сложный год моей жизни это 2002 год, когда мне пришлось целый год отработать на мойке. Это были очень тяжелые времена. Когда я их сейчас вспоминаю, у меня всегда портится настроение. Но это пошло мне на пользу, потому что я много всего узнал о моечном автомобильном бизнесе. Почему сложно, спросите вы. В то время не было бесконтактной химии и машины нам приходилось мыть руками. Губками и руками. Видимо, в то время было положено начало моего выражения, которое я часто использую, что губка зло. И до сих пор это выражение всегда присутствует в моих видеороликах. Губка зло. График работы был сумасшедший. С 7 утра до 23 вечера. Без выходных. В таком графике у меня получалось отрабатывать где-то по 3-4 месяца без выходных. По ночам я делал химчистки, делал полировки, учился этому делу. А утром все начиналось все то же самое. За какие-то маленькие скромные деньги. Поэтому, когда сейчас мне работники говорят, что им тяжело работать 5-2 с 10 до 8, я всегда улыбаюсь. Но всему плохому приходит конец. И также работы на мойке пришел конец. Все это закончилось. Я перешел работать в автосалон. В автосалоне я занимался предпродажной подготовкой. Там продавали немецкие бэушные автомобили. Директор, мой босс в то время, он очень сильно был заинтересован во мне. Он во мне всегда видел перспективу и сильно меня развивал. И плюс он, конечно же, испытывал коммерческий интерес ко мне. Он меня всегда возил на разные курсы, оплачивал мне обучение. Занимался повышением моей квалификации. Потому что, еще раз повторюсь, он продавал немецкие автомобили. Чем лучше они выглядели здесь, чем больше он за них получал деньги. А, собственно говоря, предпродажной подготовкой. Подготовкой занимался я и еще другие парни. Но в этом деле там уже в автосалоне я был главный. Поэтому меня очень хорошо учили, развивали. Я прошел курс работы со всеми материалами 3М. Обучали работы материалами итальянской компании Мафро. Далее был Кох. Все курсы по работе с материалами Кох меня научили. Я прошел их с отличием. Далее был Магуайрс. Затем два раза приезжали немцы. Здесь нанимали переводчика. Немцы рассказывали, показывали, как правильно делать предпродажную подготовку, чтобы их машины, которые они присылали из Германии сюда, лучше продавались. Это было очень интересно и очень забавно. Но на то время про детейлинг я вообще еще ничего не знал. Когда, на мой взгляд, я выработал потенциал работы в автосалоне, я уже стал частным предпринимателем. И у меня появилась своя мойка и появился свой бизнес. Вернее, не свой, этот бизнес был у нас с партнером. Дела, в принципе, шли достаточно хорошо. Но в один прекрасный момент наши взгляды разошлись и мне пришлось тот бизнес оставить. Это был 2013 год, январь месяц. В это время я первый раз узнал о том, чем занимаюсь по сей день. Это детейлинг. Это тот самый детейлинг. С января по апрель 2013 года я занимался изучением детейлинга. Я ездил в Америку, узнавал, как работает там детейлинг. Пытался найти какие-то фишки и интересные вещи, которые можно здесь применить. Также я прошел ряд курсов в Москве, которые смог найти на тот момент. На протяжении всего этого времени я плотно был погружен в интернет. В различные ролики, темы, статьи, форумы и так далее. Я собирал информацию для того, чтобы можно было сделать хорошую, успешную компанию и достаточно серьезный бизнес. 7 мая 2013 года было арендованное помещение 35 квадратных метров и был закуплен инструмент и материалы. Бюджет на тот момент составлял 50 тысяч рублей. Смешно? Когда я знакомлюсь с партнерами или общаюсь или встречаюсь на деловых встречах, мне всегда интересуют факты. Я всегда задаю вопрос, ребята, расскажите по факту, что у вас есть. И, соответственно, это же я применяю к себе. Что есть на сегодня у компании Detailing Alarm? По факту. Две работающих студии, 10 мастеров высокого уровня, учебный класс, два преподавателя, которые успешно обучают детейлингу. Студия в партнерстве, Sapoon Lab, которую мы поднимаем и развиваем с абсолютного ноля. Сейчас идет четвертый месяц, студия показывает очень хорошие результаты. Далее. У нас в штате дизайнер, у нас в штате видеооператор, журналист, программисты, фотограф. Развились нолячатые студии в Российской Федерации. Мы ими занимались с самого-самого начала. Они сейчас показывают хорошие успешные результаты. Далее внедряем и развиваем франшизу. На момент сейчас проданы две франшизы. Это Казахстан, Астана, это Сочи. Четыре франшизы на этапе оформления. Это все то, что нам удалось сделать за три года. Это реальные факты. Вот если отмотать время назад, 2013 год, месяц апрель, какой бы я дал бы себе совет на тот момент? Да, наверное, самые простые. Первый совет – это учиться. Чем больше вы научитесь перед тем, как вы будете связывать свою жизнь с этим бизнесом, тем меньше вы денег потеряете и тем быстрее вы денег заработаете. Это обязательный пункт. Вот это первый пункт. Учиться, учиться, еще раз учиться. Второй пункт. Окружите себя и окружайте себя только успешными людьми. Желательно, чтобы у этих людей был бизнес гораздо больше вашего бизнеса, чтобы они вам давали всегда, при всех контактах, где вы с ними контактируете, только ценные, умные и мудрые советы. Это будет вас тянуть всегда вверх. Они вам никогда не будут завидовать, а только будут помогать вам развиваться самому и развивать ваш бизнес. Это совет номер два. Третий совет, который я дал бы себе – это не читать форумы, не читать комментарии, особенно те, которые не имеют никакого отношения к вам, то есть ко мне, а заниматься только собственным развитием. Инвестировать время, инвестировать деньги в себя, в свое развитие, в развитие своей компании. Не читать, не слушать ничего. Концентрация только на развитии на себе. Так получилось, что жизнь меня свела с богатыми и успешными людьми, и они мне всегда помогали. Их наставление было следующее – делайте бизнес максимально честным путем. Бизнес у вас должен быть честным. Не обманывайте никого в этом бизнесе, ни в коем случае никогда не обманывайте клиента и ни в коем случае никогда не обманывайте и не обижайте тех людей, с которыми вы сталкиваетесь в этом бизнесе. Старайтесь все делать максимально добрым и максимально простым способом. Хорошо с ними сходиться и, что самое главное, хорошо с ними расставаться. Вы увидите, это будут правильные семена, которые дадут вам хорошие плоды. Но, опять же, это советы не вам, это я бы себе эти советы дал в прошлое. Совет номер четыре. Не начинайте бизнес с друзьями. Это самая большая моя ошибка, в которой, к сожалению, мне никто не подсказал, я попал. Я начал бизнес с друзьями. Сейчас этих друзей не осталось. Самый идеальный и лучший способ, когда вы приобретаете друзей в этом бизнесе, когда незнакомый человек, который пришел работать к вам, стал вашим другом – это идеальный вариант. Начинать бизнес с друзьями – это в 80% провал. Пятый совет, который я бы посылал в 2013 год, где-то в апрель месяц. Нанимайте на работу только людей умнее вас. Если это программист, он должен быть в разы умнее вас. Если вы берете какого-то специалиста по продажам услуг, он должен быть в пять раз умнее вас. Если вы берете себе помощника, он должен быть умнее в семь раз вас, справляться с определенными задачами, с оперативкой, с компьютером, он должен быть грамотным и он вам должен рассказывать, как, что вам лучше сделать, а не вы ему должны постоянно показывать и рассказывать. Это, наверное, не совсем совет. Номер шесть. Я это знал всегда, я всегда это делаю. Бренд, то есть, например, компания Detailing Alarm – это не просто название. У этой компании есть определенная аура, определенная энергетика. И вы следите за тем, чтобы она всегда была чистая. Чем больше вы со всем сторон окружите позитивом, чем сильнее и мощнее она будет, она будет притягивать вам нужных клиентов, она будет развивать вас в нужном направлении, она просто будет компанией, она просто будет брендой, она просто будет аурой. Вот на это обращайте внимание. Сюда же относится пиар. Без правильной рекламы, без сильной рекламы, о вашем бизнесе мало кто узнает и вам сложно будет его вывести на определенные уровни. Я, в принципе, тогда так и делал. Я изначально начал себя рекламировать и рекламирую по сей день. Реклама занимает весомую часть нашего бизнеса. Наверное, как совет вам – занимайтесь пиаром. Занимайтесь самопиаром, это очень полезно, это работает всегда на вас. Меня часто спрашивают, как получается, что компания так быстро растет. Я могу вам открыть пару секретов. 30% выручки компании мы всегда реинвестируем в новые проекты, в новые вещи, в новых людей, в новые знания, в новую информацию. Это стабильно. На мой взгляд, если мы на 15% не стали в этом месяце лучше, чем мы были в прошлом месяце, соответственно, в развитии мы деградируем. Это знают все, кто у нас работает. Дрючу всех, наставляю, контролирую, дисциплинирую постоянно. Дисциплина – залог успеха. Нет дисциплины, нет развития, нет будущего. Это почему у нас это получается. Далее. Я очень любопытный. И у меня ум любопытный. Я всегда пытаюсь что-то узнать новое. Я днем и ночью смотрю разные, в основном это американские сайты, американских детейлеров, постоянно пытаюсь у них какую-то информацию, какие-то интересные фишки, технологии работы скопировать и внедрить здесь, в России. Также я постоянно занимаюсь развивающими курсами. Я обожаю бизнес-молодость. Я смотрю огромное количество их видеороликов, посещаю разные курсы по ведению, развитию бизнеса. Также, как это вам не странно прозвучит, я достаточно много занимаюсь разным энергетическим развитием, чтобы было много энергии, было много сил, был светлый ум, была хорошая энергетика и так далее. Это одно из главных вещей, что дает возможность перерабатывать огромное количество информации каждый день. И также спорт. Спорт дает возможность телу быть выносливым для того, чтобы можно было работать более чем 10 часов в день постоянно. Чуть-чуть о себе. Выходные – это редкость, это счастье, это редкий кайф, который у меня бывает редко. Да, даже сегодня мы снимаем. Сегодня воскресенье, 6 часов вечера. Все, наверное, где-то пьют пиво на природе, в парке. А мы снимаем видеоролик, потому что после снятия видеоролика, после выхода одного ролика, мы будем еще на шаг ближе к цели, к которой мы идем. А если бы мы видеоролик не сняли, мы бы были на шаг дальше от цели, к которой мы идем. Какова цель? Вы о ней узнаете через три года или через два года, когда мой достигнет. Ну как, тебе понравилось обучение? А тебе понравилось учить? Конечно. Откуда тебе такая машина заработала уже? Вот, обучил, троиху взял. Ну нормально. Настоящие ученики приезжают на Мерседесах, правильно, на обучение? Да. Ну что скажешь в двух словах? Супер, спасибо. Что, не просто так денег взяли? Нет. Ну очень хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!